Мир вам, братья и сестры! Давайте в этот прекрасный вечер начнем со священного Писания. Прекрасно знакомая нам история, но давайте все же напомним себе, которая записана в Деяние, 5 глава, с 1 стиха и далее. Деяние 5. Некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоем мысли солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, Анания пал без дыхания, и великий страх объял всех, слышавших это. И вставшие юноши приготовили его к погребению, и вынесши похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его, и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши похоронили подли мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Итак, тема моей проповеди будет о том, что такое искушение Бога. Искушение Бога, испытание Бога – это тут в Библии синоним. Тема вроде бы всем понятная, вроде бы нам все ясно, но почему-то, как я заметил, очень много разных мнений на эту тему. И не прямо уж все так единомышленно понимают эту тему. Значит, я подумал, наверное, неплохо бы нам всем больше рассуждать над этой темой, над этим вопросом. Ну, может быть, чтобы ближе подобраться к истине. Итак, мы только что прочитали, как в то время в Первой Церкви происходили очень удивительные вещи. Вот, когда читаем в предыдущей главе, в Деяниях 4, 34 стих, там написано так, «Не было между ними никого, нуждающегося. Ибо все, которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось в чем, кто имел нужду». И в продолжении там дается пример. Вот так вот Иосия, прозванный от апостола Варнавою, что значит, «Сын утешения Левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». И вот представьте себе, вот в этой удивительной атмосфере находились тогда Анания и Сапфира. Да, Первая Церковь действительно горела любовью друг к другу, не только к Богу. И это побуждало давать людей все свое имение для такого общего сожительства. Но особенно, Библия подчеркивает, удивляла всех те примеры, которые имели хорошее, большое имущество, и вот они отдавали все свое, продавали все свое имение и отдавали в общую кассу. Я думаю, что таких людей точно уважали в том месте, в той церкви. Но все же были люди разные. Были такие, как вот мы читали Анания и Сапфира. Я думаю, что им тоже захотелось сделать доброе дело. Это они уже спланировали, как вот и многие другие. Но все же им тоже захотелось такой же почести иметь, как вот те другие, но не такой же ценой. Они хотели, чтобы все так же о них высоко думали, как про тех, кто действительно все давал. Ну, на всякое пожарное надо все-таки себе немножко оставить. И на самом деле, в принципе, было бы ничего страшного в этом. Все было бы нормально, если бы все было бы по-честному. Если бы они просто пришли к Петру, сказали правду, не было бы ничего плохого в этой ситуации. Но мнение других стало настолько важно, что важнее для них стало, чем мнение Бога. И поэтому решили они схитрить. Но в итоге что получилось? Мы читаем, что они потеряли и то, и другое. Ни почести от людей не получили, ни денег больше своих не увидели. Первый урок – перехитрить Бога – просто невозможно. Но так же самое невозможно быть одной ногой в церкви, другой в мире. Поступая так, так мы тоже потеряем и то, и другое. В этой жизни все закончится, и после смерти будет еще хуже. И поэтому Иисус нам напоминает сегодня, что только чистый сердцем узрят Бога, а хитрый сердцем так его и не смогут увидеть. А на ней и Сафира думали, что их лицемерие не обнаружится. Но Господь видел их насквозь. И Бог почему-то на ихнем примере, но все же решил показательно наказать. Это был действительно устрашающий урок для церкви, как написано. И великий страх объялся церковь и всех слышавших это. Да и сегодня мы читаем тоже эту историю с каким-то смущением. Нам как будто кажется, что они как будто умерли за какую-то мелочь, думаем мы. Мы так думаем, но если так посмотреть, они же просто хотели выглядеть чуть лучше, чем они есть на самом деле. И скажите, кто бы из нас мог первым кинуть камень за это дело? Сегодня Господь учит нас через эту историю, чтобы мы всегда были самими собой, а не пытались выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле. Выставлять себя в лучшем свете. Для этого нам нужно спрашивать сами себя, что нас сегодня больше беспокоит? Вот что думает сегодня обо мне ближний человек или что думает обо мне Бог? Когда нас будет больше интересовать, действительно интересовать, что думает обо мне Бог, тогда лицемерие просто станет даже ненужным для нас, бесполезным. Мы видим, что Иисус многократно высказывался очень строго по отношению именно к лицемерию, осуждая это хитро-сплетенное поведение человека. Знаете, опасность лицемерия, она состоит в том, что человек не просто вот как-то невинно притворяется, как-то вот как актер какой-то ведет себя, и на этом все. Нет, не все так уж и просто. На примере этой истории мы видим, что вот это лицемерие человека искушает Бога. Посмотрите, Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня. И как мы видим, любой грех всегда тянет за собой другие грехи. Так получилось у Анании и Исафир. Они лицемерили, грешили, и для достижения своих целей, конечно, нужно еще предкрепить было и обман. И, как мы читаем, они решили оба, оба договорились и спланировали вот этот грех обмана. А спланированный грех это тоже самое искушение Господа. Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Анания подумал, что это просто он обманывает Петра и все. А Петр сказал ему, нет, всякий, кто пытается вообще кого-то обмануть, он обманывает Бога. А еще и сам факт, что это был грех спланированный, продуманный такой грех, вот тогда вот именно за это Бог особо и строго их и наказал. Из этого мы видим урок, что именно спланированный грех всегда прямое искушение Бога. Важно подметить, что, в принципе, любой наш грех искушает Бога. Нет такого греха, который бы не искушал Бога, но спланированный грех он может привести к более тяжкими последствиями и еще и показывает сожженную совесть человека. Итак, конечно же, есть миллионы разных вариантов, как можно искушать сегодня Бога. И я заметил, что, к сожалению, мы все по-разному об этом думаем. Есть ситуации для кого-то, ну, вот какая-то ситуация, это понятное искушение Бога, а для другого это, кажется, совсем не искушение Бога. Ну, для кого-то ехать в два раза быстрее спид-лимита это не искушение Бога, это в порядке вещей, а для кого-то это точно искушение Бога. Ну, для кого-то обмануть, где-то чуть обозваться, где-то просквернословить, ничего страшного, а другой считает это открытое искушение Бога. Почему же тогда у всех нас такое разное понятие об искушении Бога? Ну, знаете, для прояснения, может быть, для экстра-примеров давайте посмотрим, какие примеры нам еще дает Библия, которую она сама называет искушением Бога. Итак, искушать Бога или испытывать Его, как мы уже увидели у Анании Сафира, ну, это точно лицемерие и запланированный грех. Они спланировали, договорились вместе, обмануть. Думали, пронесет, не получилось. Петру Господь все открыл. Петр прямо сказал, что это вы согласились искусить Духа Господня. Здесь уже понятно, гадать не надо. Это точно было искушение Господня. Дальше мы видим в Библии, что искушение Бога это еще и ропот или можно сказать недовольство направленное именно к Богу. Псалом 78, 17 мы читаем так. Но они продолжали, то есть про израильский народ, речь идет про израильский народ, но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне. и искушали Бога в сердце своем требуя пищи по душе своей. Здесь мы видим, как израильтяне грешили языком своим, а точнее ропотом своим, недовольным сердцем. Да еще и набирались вот такой наглости, чего-то требовать от Бога непросто. Знаете, апостол Павел то же самое говорит об этом в 1 Коринфянам 10,9 «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Про ту же ситуацию. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя», продолжает апостол Павел. Роптать или требовать что-то у Бога, ну, чтобы показать ему какое-то свое недовольствие. Ну, кто мы такие? Кто мы такие, чтобы мы могли вот так открыто протестовать против Бога? Интересно, как я прочитал, как русские словари описывают слово «ропот». Ропот — это недовольство, это протест, это протест выраженный негромко, не вполне открыто. Ропот — это вот такие хитро протестующие и завуалированные слова, но не вполне открытые, не показывающие свое явное недовольствие. Это даже могут быть слова у нас какие-то спрятанные за каким-то мягким тоном, может быть, даже культурно выраженные, но по сути это протестующие или недовольные самим Господом. И вот это Господь называет искушением Бога. Важно все-таки подчеркнуть, что речь не идет о невсяком недовольстве. Мы можем быть недовольны друг другом, и мы часто даем повод друг другу быть недовольными нами. Но это в принципе еще не грех. Но быть недовольным Богом, ропот в его сторону, вот это уже будет грех. Ну, представьте себе, если бы мы заказали новые скамейки в нашу церковь, на которой мы сидим, ну, и их сделали так, что мягкие сидушки, все были бы в гвоздях вверх. Но я думаю, что понятно было бы очень бы и неудобно сидеть на таких скамейках. Ну, может быть, кому-то было и полезно для бодрости, ну, не знаю, но все-таки, я думаю, было бы, мы все были бы недовольны такими людьми, такими экспертами или профессионалами в этом деле. Но если бы мы сказали, о, Господи, зачем ты вообще допустил, чтобы мы с таким человеком вообще связались? Ну, почему ты нас не уберег от вот такого специалиста? И вот здесь мы бы уже начинали быть недовольны Господом. И вот это было бы искушение Бога. Еще мы видим в Писании, что искушать Бога это также иметь маловерие или неверие. Это мы читаем в Исход, 17 глава, 7 стих. И нарек месту тому имя Маса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет? Знаете, они как будто вроде бы и верили Богу, и не верили как бы одновременно. И вот так вот говорили, Господи, ну ты вообще видишь, что с нами происходит? Ну ты вообще есть среди нас или нет? Знаете, это все показывает маловерие и недоверие Бога. И мы только что прочитали, что это именно искушало Господа. Да, народ израильский действительно был в очень сложных обстоятельствах. Это нельзя недооценивать. Израильский народ захотел пить в пустыне, а вода была горькая. Дети вокруг кричали, мы читаем и скот кричал, все возмущались, они же находились в пустыне, началась паника, все хотели пить. Но это испытание было послано от Бога, которое они просто не смогли пройти. И мы читали, начали сами искушать, испытывать Бога, и этим Его огорчали. Может быть, кто-то из нас сегодня тоже проходит в таких трудных обстоятельствах, трудностях, и есть вот это искушение искушать Господа. Может быть, нам тоже кажется, что Господь нас оставил. Вот эти проблемы, горе, трудности, испытания, они все вроде как будто толкают нас таким же вопросом. Господи, почему Ты меня оставил? Но апостол Павел, зная эти слабости верующих, призывает нас не поддаваться таким мыслям и предупреждает нас, не останем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Знаете, еще один метод, как можно искушать Бога, ну так это тоже брать ненужные риски ради чего-то своего. Мы читаем, когда дьявол пытался убедить Христа спрыгнуть с высоты и храма, но дьявол говорил, ну сбросься вниз, ну вот написано, ангелы же тебя словят и понесут. Но Иисус на это четко отвечает дьяволу, но написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Иисус четко определил его суть, для чего он пытался искусить Христа. Дьявол подошел хитро к Иисусу, докажи, что ты Сон Божий, ну покажи свое доверие всем, вот внизу увидишь люди, ну прыгай вниз, докажи, что ты Христос, пускай все в тебя поверят. Но Иисус сказал, нет, не надо путать, это не показатель моего доверия Богу, это будет искушение Бога. Знаете, это был урок прежде всего для нас. Иисус там мог спокойно пойти пешком, но он был урок для нас, чтобы мы не перепутали, что такое доверие Богу, а что такое искушение Бога. Знаете, почему это важно? Потому что искушение Бога все-таки может нести ужасающие для нас последствия и в непредсказуемое для нас время. Это можно назвать игра с огнем, это хождение по лезвию, когда мы это делаем. Анания и Сапфира искушая Бога невольно сократили себе жизнь. Знаете, я читал в новостях один пастор имел такую необычную практику здесь в Америке в одной из пятидесятнических церквей. Он практиковал такой обряд как змеи-держатели. То есть они держали ядовитых змей во время своего церковного служения. И знаете, в таких церквей есть больше сотни в нашей Америке. И вот пытаясь они это всем, пытаются доказать этим, что они особо доверяют Богу и насколько у них великая вера. Но в итоге как этот пастор попал в новость? Он умер после очередного укоса ядовитой змеи. Интересно там было написано девять раз до этого уже его кусали, кусали вот эти ядовитые змеи. И каждый из них он смог пережить и выжить. Но Бог действительно миловал этого человека все эти разы. И явно через это предупреждал. Девять раз Долгар Тирпелева спасал его от этой игры с огнем. Но на десятый раз укус змей оказался для него летальным. Последним. Вот это тоже яркое проявление искушения Бога. Этот пастырь смог перепутать, что такое доверие Богу и что такое искушение Бога. И за это он поплатился своей жизнью. Да, он находил даже для себя оправдание в Библии. Он цитировал Марка 16-17. Уверовавших будет сопровождать все знамения. именем им будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи. Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Но он не обращал внимания на другие места, где написано, читаем в притче 27-12, благоразумный видит беду и укрывается. Они опытные и идут вперед и наказываются. Но также он не обращал внимания на то, что дьявол, когда подошел ко Христу, он же пришел к нему с таким же искушением сбросься, рискуй, сделай что-то очень рискованное. Но Христос ответил, не искушай Господа Бога твоего. Знаете, апостол Павел тоже однажды имел дело с змеей. Однажды он набирал дровишек, мы читаем, решил разжечь огонь, и оттуда вышла змея и укусила его. Но разница была в том, что он не сам лез к этой змеи, он не сам заигрывал, искушая Бога эту, схватая эту змею, нет. Она его укусила, но Господь его чудом спас. И так тут Павел не искушал никак Бога, потому что он сам туда не лез. Искушением Бога может быть очень опасно для жизни, и мы не знаем, на каком очередном искушении Бога может стать последний день для нас. Знаете, для кого-то наставал последний искушение последний день, и это мы читаем в Однании Сапфиры, это мы читаем уже в новостях об этом пастыре, это мы читаем из некоторых израильских народа, то же самое произошло. И вот почему сегодня апостол Петр и Павел нас заново предупреждают и призывают нас не искушать Бога вовсе, чтобы не закончить так, как заканчивали искушающие Господа. Знаете, почему еще нам не стоит искушать Бога? Потому что написано, это раздражает его, вызывает гнев его, и это оскорбляет его. Псалом 78, 40, так и написано. Сколько раз они раздражали Бога в пустыне и прогневляли его в стране необитаемое, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израиля. Они раздражали, это вызывало гнев, и они еще и оскорбляли этим Богом. А дети, любящие Бога своего небесного, они не желают никак раздражать Бога, они не желают вызывать никакой гнев и точно не желают оскорблять своего Отца небесного. Здесь надо просить Бога мудрости, чтобы Господь нам открывал глаза, может мы где-то тоже что-то путаем, и может быть дал нам вот эту ясность, чтобы мы тоже не стали вот этими жертвой, хитрыми, сплетенными уловками дьявола. Он хочет, чтобы мы запутались в этом вопросе, он хочет, чтобы мы перепутали, что такое искушение Бога, что такое доверие. Господа мудрость, чтобы Он дал нам мудрость и понятие в этом вопросе, для того, чтобы мы больше не искушали Господа, да поможет нам Господь в этом. Аминь. Помолимся.